Теорема Байса. Но прежде чем рассматривать эту теорему, нам для начала надо понять, что такое условная вероятность. Допустим, у нас есть два кубика, и нам надо понять, какова вероятность того, что выпадет 12. Посчитать не очень-то и трудно. У нас есть всего 36 вероятных исходов, а благоприятный для нас только один. Соответственно, вероятность того, что выпадет 12, одна 36. 36. Но, допустим, на одном кубике у нас выпала шестерка, а второй укатился куда-то далеко. И мы пока что не знаем, какое число на нем. И теперь нам важно, чтобы на том кубике была шестерка, чтобы в сумме вышло 12. В данном случае нам важно, чтобы на втором кубике выпала шестерка. Соответственно, шансы увеличились с 1 36 до 1 6. Как мы видим, вот эта шестерка, которая выпала на первом кубике, откалибровала наше вычисление и нашу вероятность. Ну что ж, что же нам поможет рассчитать эту вероятность? Конечно же, теорема Байеса. В теореме Байеса, ПА от Б – это вероятность гипотезы А при наступлении события Б. ПА – это априорная вероятность гипотезы А. P, B от A – это вероятность наступления события B при условии А, а P, B – это просто вероятность наступления B. Теперь мы просто подставляем в формулу. P, 12 от 6 – это вероятность того, что в сумме будет 12 при условии того, что на одном кубике у нас выпала шестерка. 1, 36 – это вероятность наступления события А без условия того, что уже наступило событие B. P, B от A – вероятность наступления B при условии А. Это единица, потому что чтобы в сумме у нас вышла 12, нам надо, чтобы на двух кубиках была шестерка. То есть вероятность тут стопроцентная. 1, 6 – это вероятность наступления события B, то есть выпадения шестерки на одном из кубиков. Это 1, 6. Если все это пересчитать, то в итоге у нас выйдет 1, 6. Собственно говоря, в этом и заключается теорема Байса. Ну что, всем спасибо, лайки, подписки, ну вы знаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!